Оптимальное использование дворового пространства может быть осуществлено при помощи внедрения простых инженерных решений. Как, например, на территории, находящейся в зоне обслуживания одной из люберецких управляющих компаний. Здесь, в рамках комплексного благоустройства, были установлены три системы автоматического вертикального паркинга. Проблемой нехватки парковочных мест руководство управляющей компании озаботилось пять лет назад. В принципе, способов для ее решения существует немало. Один из них – установка во дворах вертикальных автоматических паркингов. Используя корейский опыт комплексного благоустройства, коммунальщики возвели три подобные стоянки. Предложили жителям своих домов воспользоваться вот этим уникальным проектом и выкупить свое, чтобы у них было стопроцентное, за ними закрепленное парковочное место. Стоимость тогда стоила одно парковочное место – 400 тысяч рублей. И мы, как только объявили тендер-конкурс, буквально за пару дней все места были выкуплены. И в течение месяца мы данную парковку смонтировали. В паркинге пазлового типа можно разместить 21 машину. И это вместо шести, если бы стоянка была плоскостная. Сам парковочный процесс занимает несколько минут. Это ничто по сравнению с тем временем, которое затрачивает автомобилист на поиски места для своего железного коня. Опять же, и машина в безопасности. Плата – 2000 рублей в месяц. Средства расходуются на техническое обслуживание паркинга и электроэнергию. Это очень удобная вещь. Во всяком случае, я считаю, что это такая экономия, что на кусочке земли, где бы стояло шесть машин, стоит 20 с лишней машин. Сколько места свободного? Две вертикальные стоянки карусельного типа занимают место еще меньше, а вмещают в общей сложности 30 автомобилей. Удачным опытом организации парковочного пространства на ограниченной площади двора сотрудники управляющей компании не раз пытались заинтересовать застройщиков. Считаем, что на самом деле при новом комплексном строительстве, благоустройстве территории, данное решение парковочной системы нужно уже внедрять на стадии застройки. Пока владельцы строительных компаний думают, жители домов 3 и 7 по улице Кирова пожинают плоды прогрессивного подхода управляющей компании к благоустройству. Во дворах хватает места для автомобилей и пешеходов, детских площадок и цветников.